Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И по ходу того, как я буду на них отвечать, вы можете задавать свои вопросы, спрашиваете что-то, уточняете, потому что ситуации могут быть похожи, но в чем-то немножко отличаться. И для того, чтобы лучше понять мой ответ, уточняйте, не стесняйтесь, спрашивайте, я думаю, нас не будет сегодня там очень-очень много, но как раз те, кто хотел, кто поучаствовать в прямом эфире, кто выделил для себя время, сможет получить ответы на уже уточняющие свои вопросы. Пару слов обо мне. Меня зовут Никулин Константин, кто, допустим, недавно совсем на мой канал подписался. Я с 2008 года занимаюсь консультированием. Сначала был как коуч, как бизнес-тренер, потом все больше и больше как психолог. И уже сейчас и как сексолог, получив дополнительное образование, переквалификацию, в этой теме я также консультирую. И сегодня часть вопросов, которые мы затронем, в том числе и касались сексуальной темы. Поэтому я сразу хочу сказать, что наш эфир для взрослых людей, для лиц, которым исполнилось 18 лет и старше. Поэтому уведите от экранов детей. Ну, я хочу сказать о том, что какие-то моменты я буду говорить прямо в лоб со своего опыта, с точки зрения того, как это, ну скажем, сексология пропагандирует. Ну, не пропагандирует, а какие-то научные исследования, опираясь на них. Поэтому будет такой более психологический, научный подход к вопросам, связанных с отношениями, с гармонией в паре. Ну, в частности, если мы разберем эти вопросы. Ну, смотрите, когда я еще даже не объявил прямой эфир, мне начали, периодически приходят вопросы. И так получилось, что мне начали приходить вопросы на одну и ту же тему. Причем эта тема такая не очень, скажем, мной любимая, потому что она достаточно травмирующая для женщины. Короче, это тема измены. Буквально как под копирку, человек 5, наверное, за пару дней мне написали примерно один и тот же вопрос. Мы с мужем достаточно долго, ну давайте прямо уже мы начнем, да, я думаю, всех ждать не будем. Кто подключился, тот подключился, кто-то попозже по ходу. Так вот, ситуация примерно у всех следующая. Мы с супругом уже долго вместе, примерно, не знаю, лет 10-15, ну в среднем, если я беру все вопросы, которые приходили на эту тему, то средний возраст можно сказать, что был такой. У нас есть дети, там дальше немножко разница. Либо все было хорошо в отношениях, ну более-менее, или как казалось, либо отношения остыли. Ну короче, суть в том, что либо женщина, ну явно уже подозревает мужа в измене, то есть там такие факты, которые налицо, но муж отнекивается, говорит, что нет, нет, ничего не было, за дурочку на ее держит, можно сказать, да, и такой газлайтинг использует, да, тебе это причудилось, да, ты все наговариваешь, ну такая стандартный ход. Либо муж даже не отнекивается, говорит, ну да, случилось там, и как-то давай забудем, проедем. И женщина говорит, я понимаю, что нас очень много связывает, и мы, и дети, и мы долго вместе, но не могу вернуть то доверие, не могу вернуть... Есть вот эта обида, есть также небольшое чувство вины у некоторых, прям писали об этом, из-за того, что, наверное, я что-то в отношениях делал не так, да, и вот этот комок разных неприятных чувств, обиды, чувство вины, наверное, за семью, да, и чувство, ну агрессии к мужу, и желание, может быть, восстановить даже вот это какое-то доверие со стороны женщины, оно присутствовало красной нитью во всех вопросах, поэтому я это объединил в один вопрос, и мы с него начнем. Также мы с вами разберем еще вопросы, которые пришли, помимо тех, которые вы будете задавать, наверное, в чате, если кому-то захочется задать, это вопросы, касаемые самооценки, вопросы страхов, вопросы вообще уверенности в себе и тревожного состояния, это вопросы, немножко поговорим про воспитание детей, в частности, про планшеты, про детские истерики были вопросы, про отношения, естественно, и вот закончим, наверное, более такой темой сексуальности, которая, оставим ее, так скажем, на конец, да, на вишенкой, на торте, тема отсутствия близости, либо разногласия с точки зрения половой конституции в отношениях, да, что кому-то нужно много половой близости, кому-то меньше, или отсутствие оргазма, некоторые женщины писали об этом во своих вопросах, в общем, примерно такой тренд нашего сегодняшнего общения по такой теме. Но вы, в свою очередь, те, кто пришли в онлайне, можете его как-то двигать в одну, в другую сторону. Итак, давайте будем, что касается, говорить, что касается измены. Ну, а, кстати, отметьтесь в чате, мне хотелось бы понимать, у нас там женская, мужская аудитория, плюсик просто поставьте, я по фотографиям буду понимать, кто у нас, какая аудитория больше, мужчин и женщин, потому что ведь мужчины тоже страдают от измены женщин, более того, они страдают от того, что сами изменяют, или их мучают мысли по поводу какой-то прошлой измены, или желание изменить. То есть здесь вообще не сладко всем. И я, знаете, я сторонник работы с парой. То есть в идеале, когда есть какой-то семейный конфликт, в сексологии, вот в такой классике, в семейной системной терапии, нас учили работать с парой, и это идеально, когда оба хотят меняться, понимают, что да, уже не могут никак решать вопросы, но хотят. И всегда, когда, спасибо большое за ваши плюсы, всегда, когда возникает какой-то конфликт, это конфликт не кого-то, не вот он дурак, или она там дура, да, не понимает, а это данный конкретный партнер, с данным конкретным партнером получает вот такой результат, который не устраивает обоих, либо одного, либо одну из членов семьи, да. Поэтому сразу хочу сказать, что измена это симптом семьи как пары, как системы. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас каким-то сексизмом страдали, что все мужчины, или там говорили, что все мужчины, они там альфа-самцы, им нужно оплодотворять по биологии как можно больше женщин, а женщины, они такие, я вот постараюсь минимум таких фраз говорить, если буду говорить, вы меня осекайте, но даже если я буду говорить, то имеется в виду как бы в большинстве своем, потому что бывают абсолютно противоположные женщины, абсолютно противоположные мужчины. Мы давайте лучше будем разбираться с точки зрения пары, парить, что делать, да, женщине, паре конкретно, что делать, если такая ситуация происходит. Я хочу сказать, что если такая ситуация произошла, это симптом того, что семья как система на данный момент времени состроена таким образом, что какие-то ее процессы вызывают вот такие действия, такие ситуации. И в принципе мы ведь знаем много примеров, когда семья существует как-то, есть любовник, например, у жены, любовница у мужа, детям там уже по 25 лет, и все все знают и живут, ну то есть это тоже семья. Я не говорю, что это идеал, конечно, но я говорю о том, что нужно понимать, что семья это нечто большее, чем, допустим, определенный свод правил, что никогда он не делает это, она никогда не делает это, а он всегда делает это, она всегда делает это. Я хотел бы, чтобы за этот наш прямой эфир немножко больше гибкости что-ли появилось вообще у каждого из нас с вами, чтобы мы чуть больше посмотрели на то, что может быть не все так однозначно, не все так ригидно, что можно где-то чуть-чуть подвинуться внутри душой мужу, женщине для того, чтобы искать эти точки соприкосновения. Это самое сложное. Так вот, мужчина и женщина, это две системы, которые вошли в систему, то есть это система биологического, психологического, социального компонента, да, вот я как мужчина, у меня есть биологические факторы, есть психические, психологические факторы, начиная там от детства, воспитания, культуры, религии, которые, допустим, мне закладывали с детства, например, да, еще что-то, еще что-то, социальный мой статус. И у женщины то же самое. И вот мы сходимся. И количество конфликтов, которые могут возникать, достаточно большое. И измена, это как способ решить какой-то внутрисемейный конфликт. Вот я смотрю на это всегда с такой точки зрения, что какой-то конфликт, который, может быть, долго не решался, накапливался, быть может, он вызван в большей степени, если так субъективно судить, дисфункциональной психикой мужа. Но если мы просто будем говорить, да, он кобель, да, ему это всегда нужно было, всегда нужно будет и всегда хочется. Я не отрицаю, что такие есть мужчины, такие же есть женщины. Но нужно понимать, что данные конкретные партнеры почему-то сошлись, и вот у них на данный момент не получается выстроить. Но давайте поговорить о том, что это мы немножко сказали о том, что причина, какая причина, почему это случилось, что делать-то. Вот здесь мы плавно подходим к теме эмоций, теме чувств, потому что самое главное, вот запомните, какая бы ситуация у вас ни была в отношениях, на работе, с ребенком, со здоровьем, всегда раскладывайте любую ситуацию на такую триаду. Три важных таких кирпичиков, ваш фундамент осознанности. Первое, что я чувствую. Второе, какие мысли у меня есть на этот счет. И третье, какие теоретически я могла бы или мог бы сделать действия. Чувства, мысли, действия. Хотя бы просто вот буквально на 5-10 минут дайте себе осознать. Если мы говорим сначала о чувствах, то нужно признаться, что в большинстве случаев эти чувства, когда есть измены, факт измены или подозрения в измене, они достаточно сильные, зашкаливающий стресс от развода, от измены, он действительно зашкаливающий. И нужно себе в этом признаться. Не нужно там оправдывать как-то, что ну у всех это там 70% наверное мужчин изменят, где-то какие-то статистики может быть вы слышали. Или женщин, или ну с кем не бывает. Нет, честно себе признайтесь, да я блин злюсь. Я ненавижу его. Я, ну там гневаюсь. Я готова убить. Я чувствую колоссальную обиду. Вот сам факт разрешения себе признать чувства, это уже очень большой широк вперед в том, чтобы дальше как-то с этим работать, да, с этим жить. Потому что очень многие, они надевают на себя маску такой, знаете, женщины, ну скажем, что женщина, ну знаете, вот такие псевдотренинги, где женщина должна ублажать мужчину. Это значит я виновата, это значит я что-то там не доделала, женщина должна быть женственной, значит я не до конца. Ну вот из серии, что мужчина должен выходить на улицу с полным желудком, да, и с пустыми яйцами. Может быть вы слышали такие фразы на таких тренингах. Опять же, это идет обобщение. Но важно понимать, что женщина это же не механизм в системе и в отношениях с мужем. Женщина это живой человек, мужчина живой человек, у которого могут быть свои чувства и эмоции. И первое это признать и проговорить самой себе. Я пока не говорю на какой-то контакт с мужчиной идти. Второе, это мысли, которые у вас есть на этот счет. Это может быть мысли по поводу того, что я потеряла доверие, что я хотела, я по-другому себе это представляла, да, то есть я ошибалась. Я думала там, что я могу рассчитывать на него. То есть прям прописать, знаете, вот этот самый важный факт осознания, проработки с собой. По сути, что иногда приходится начинать работу с такой травмой психологической. Это работа со сознанием и признанием чувств, эмоций, мыслей. Ну а дальше можно уже говорить про действия. Про действия чуть позже мы скажем. Но смотрите, вот те женщины, которые писали этот вопрос, да, которые присутствуют, возможно, на этом прямом эфире, может быть будут смотреть записи. Как избавиться от этих чувств или что делать-то, как вернуть доверие? Вот здесь подходов может быть очень много. Конечно, я могу сейчас рассказать, как можно работать теоретически, да, но гораздо эффективнее прорабатывается это в личной консультации. Но теоретически вы можете сделать у кого с воображением более-менее хорошо. Вот просто сядьте буквально на 2-3 минуты и представьте, вот даже если не связано, кстати, это чувство с изменой. Может быть у вас по отношению там к сыну, к матери, к руководителю. Вот есть какая-то обида, чувство гнева. Что такое обида? Это законсервированный гнев. Обида это зажатый гнев. То есть гнев, проявленный, это наша агрессия. А обида, вот дети обижаются. Почему? Они не могут проявить агрессию по какой-то причине. Ну, например, взрослый говорит там, не злись. Ну, какому я сказал, да? И ребенок консервирует агрессию, например, в нашем случае. И обида это вот всегда зажатый гнев. Поэтому, когда мы работаем с глубокой обидой, да, вот в частности, я это часто наблюдаю, приходится раскрывать этот гнев. И иногда через физическую моторику. Когда я предлагаю женщине просто взять подушку и отколошматить, не знаю, диван этой подушкой. Кстати, это очень хорошее движение, когда, ну, вот знаете, движение из серии «Когда ты рубишь дрова». Вот раньше, как говорится на Руси, мужчины часто рубили дрова. И это было очень хорошее профилактическое упражнение для того, чтобы выпустить реальные телесные зажимы, которые у нас накапливаются каждый день. Поэтому иногда вот эту агрессию скопившуюся, иногда нужно ее прям прожить телесно. Проораться, провыпускать через действия, побить, не знаю, подушку, выйти в лес и там прокричаться и побить палкой об землю или об дерево. То есть телесное выпускается через телесное. Кто-то работает танцевально-двигательной терапией. Да, то есть можно сделать повязку на глаза, включить музыку, соответствующую этому чувству обиды, которая у вас есть. И через танец, что, допустим, никто не видел, а это просто для вас, выпускать те чувства, которые накопились через танец, рисуя танцем свои чувства, свои эмоции. Это может быть вариант письма. Взять бумагу, письмо не которое вы мужу отправляете, а которое вы просто потом разорвете в клочья. Это, кстати, тоже проявление вот этой агрессии законсервированной. Прописали те моменты, которые вас обижают, вас заставляют злиться, в чем вы чувствуете максимальную злость и обиду. И вот это все можно писать прям страницами. И через письмо тоже происходит выпускание вот этого пара, этого гнева, этой агрессии. Но если говорить не через телесный зажим, а через эмоционально-образную, например, терапию, которую я часто использую на своих консультациях, вы можете просто сесть буквально на минутку, войти в такое состояние спокойствия. Просто когда немножечко остановили свой поток мыслей и представили, вот эта обида, если бы это было символом или образом, то чем бы это было? И просто представьте, вот это чувство, давайте я не буду сейчас называть обиды, каждый из вас может сейчас немножко поработать со своей какой-то эмоцией. В психологии не принято так делить хорошая или плохая эмоция. Все эмоции, они правильные, они что-то отражают, они показывают, что сейчас так или может быть не совсем так у нас внутри в психике. Так вот подумайте, вот то чувство, которое вы прямо сейчас испытываете, если бы оно было образом или символом, то что бы это было? Можете, кстати, написать в чат. Иногда приходит какой-то неожиданный образ, и тот образ, который первый в вашу голову пришел, не анализируйте так, но обида это что-то тяжелое должно быть, но гиря нет, ну вот например камень, нет, так не нужно. Первое, что пришло в голову, он просто муравей какой-то, не знаю, самолет, пассатижи, стул, летящая бабочка, все что угодно. Это не должно быть как-то связано с ситуацией. И это будет максимально точно. И дальше в зависимости от того, какой это образ, можно по-разному, вот Ольга написала кирпич, можно по-разному с этим работать. Но то, что вы уже сейчас можете сделать, мысленно обратитесь к этому образу и спросите, и скажите, да, так внутри себя проговорите. Ну вот этот образ, как ты его назовите для себя, я позволяю тебе раскрыть весь свой потенциал, да, проявись тем, чем ты являешься на самом деле для меня. И просто наблюдайте за ним. И вся прелесть вот эмоционально-образной терапии тем, что через образ вы заходите в состояние, и наблюдая просто за этим образом, вы трансформируете состояние. Ну, конечно, там в зависимости от образа можно очень по-разному копать, можно быстрее дойти до результата. Вот у кого-то это домовенок с волосами стоящими дыбами, отлично. Можно задать вопрос, домовенок, чего ты хочешь, для чего ты во мне, да, или прям сесть на другой стул и попытаться стать быстренько этим домовенком и сказать, для чего я ей, да, прям от его лица. И не бойтесь, это не какая-то там шизофрения. Другие, вот Ирина пока говорит про облако, вот если это облако ближе такое, знаете, к туману или ближе к такому дождевому облаку, то нередко этот образ символизирует невыплаканные слезы. И я говорю о том, что в каждом конкретном вашем случае, если бы вы были на консультации, то конкретный образ можно интерпретировать и быстрее дойти до результата. Кстати, очень хороший способ, если вы чувствуете, что иногда вас вот прям слезы накатывают, а вроде нельзя плакать или не получается заплакать, просто расслабьтесь и представьте, либо туман, такую, знаете, завесу густого тумана, либо прям такой дождь, изморость, либо реальную дождь из тучи. И просто наблюдайте за тем, как он вытекает. И для нашей психики все равно, происходит ли это реально в жизни, да, то есть реально ли вы плачете, либо это происходит через образы. И таким образом нередко удается просто таким простым незамысловатым упражнением и действием понизить то состояние вот этой невыплаканной обиды, злости такой законсервированной, да, которая накапливается и избавится от нее. Ага, мухи потому как летят на Г, образ мужа, а образ обиды не могу представить. Евгений, да, бывает такое, я сейчас не буду углубляться, как можно было бы, да, можно тут я, когда на консультации работаю, я разные методы использую, например, сделаем сейчас глубокий вдох, и на момент выдоха образ сам появится в вашей голове. И как правило рождается куча других различных техник, вот Наталья, да, у меня тоже больше туман, но вот это про то, о чем я говорил. Ну и хорошо, техник может быть много разных, вы можете сами поэкспериментировать, я иногда пишу об этом в своих статьях в канале, да, для того, чтобы вы самопомощь свою какую-то тоже смогли себе оказать. Но ключевое дальше, как быть с доверием, да, как вернуть доверие, потому что это ведь отражается на всем, на отношениях с мужем, на сексе, на воспитании детей, на доверии в финансовом плане. И очень часто происходит реальная физическая боль в сердце, когда мы получаем такую обиду, да, когда мы получаем такую ситуацию, и здесь нужно понимать, что есть такая фраза, нет ожиданий, нет и страданий. То есть когда у нас есть определенные ожидания от человека, мы ждем, и эти ожидания не сбываются, мы получаем эти страдания. Но как формируются эти ожидания? В тот момент, когда мы доверились кому-то, неважно, мужу, там опять же родственнику кому-то, или коллеге по работе, или подруге, мы как будто бы проинвестировали часть себя в этого человека. И здесь очень хорошо будет почувствовать, какую часть себя вы отдали, представить какой-то образ, как если бы это что-то было образом или символом, что вы отдали, или что вы потеряли. И дальше с этим тоже можно по-разному работать. Вот, for women Ukraine, да, говорит, важный отобрали, да, да, да. Вот этот образ, представьте, что отобрали конкретно. И вы можете взять и вернуть это себе. Если это, вы действительно понимаете, что это ваше, не нужно, можно, это скорее всего какое-то чувство будет, да. Но вот эти инвестиции, инвестиции, может быть все что угодно, голубь, опять же там, зубная щетка, образ я имею в виду. И вот представьте, как это вы возвращаете куда-то себе в тело помещаете. И попробуйте это сделать, и вы увидите, как вот та боль, ноющая от обиды, она нередко, как будто, знаете, заживает. Ты понимаешь, что рана есть, но она уже не ноет там на погоду, да, или не ноет, не болит так остро. Она просто есть, как шрам, напоминающий о том, что что-то было. Конечно, это не всегда получается сделать вот за одну консультацию, да, иногда приходится глубже работать с этим. И далее, что касается конкретных действий, помните, чувства, мысли, действия. Здесь я бы рекомендовал, конечно же, когда вы разобрались со своими чувствами, отгоревали вот эту потерю, потому что это реально как потеря, вы потеряли часть себя, вот мы почему сейчас об этом говорили, да, о той какой-то своей части. Вы можете начать более открытый, честный, такой, знаете, с открытым забралом разговор на эту тему, для того, чтобы понять, как дальше в вашей системе двигаться. Возможно, для кого-то это будет кардинальный удар, после которого вы решите прекратить отношения. Для кого-то это будет глубокое испытание для пары, но вы понимаете, что нет, я понимаю, что я хочу дальше быть с этим человеком, но уже наши отношения не будут прежними, они будут какими-то другими. И вот для того, чтобы выстроить эти другие отношения, безусловно, нужен контакт. Я настоятельно рекомендую посмотреть у меня в канале статью «Письмо мужу», потому что нередко, опять же, вот судя по тем вопросам, которые мне направляли, мужчина, он избегает диалога на эту тему. Ну, в большинстве случаев иногда бывают те, которые каются и говорят открыто на эту тему, и говорят «Окей, что я должен сделать, чтобы там искупить свою вину». Но, исходя из тех вопросов, которые мне написали, все-таки мужчина избегает эту тему, либо говорит «Ты сама виновата». Это очень хороший прием, как вы понимаете, обвинить другую или другого. Хотя, конечно, в паре оба несут ответственность за ситуацию, потому что, еще раз повторю, эта система. Но обвинение – это лишь манипуляция для того, чтобы обелить себя. И вы имеете полное право сказать, что меня обижает, когда ты так говоришь. И дальше через это письмо вы предложите свой вариант, как дальше вы видите вообще эти отношения. Здесь эта тема может быть не то, что отдельного нашего прямого эфира. Это может быть серия прямых эфиров. Может быть, когда-то мы что-то подобное сделаем с вами, где разберем именно то, как с этим жить, как с этим быть. Хорошо. Эту тему мы достаточно много времени ей уделили. Я, кстати, хочу сказать, что те люди, которые ко мне обращались с этой темой, ну и вообще с другими темами, очень часто начинают фразу со слов «У меня очень тяжелый период жизни». И это действительно так. И вы знаете, пока не забыл, хочу сказать, что я думаю, что через неделю примерно я хочу начать вести группу, такой, значит, психологической поддержки, группу психологического детокса, которая даст возможность людям просто почувствовать поддержку и возможность выговориться через онлайн раз в неделю, где будет возможность поучаствовать в маленькой такой закрытой группе. Я думаю, это 12 человек примерно будет, не больше, где будет возможность на протяжении всего месяца безлимитно писать мне и задавать вопросы и просто выплакаться, просто поделиться и попросить совета каждый день на протяжении месяца. И самое главное, что я хочу это сделать по очень приемлемой цене, это будет стоить примерно как один час онлайн-консультации по видео со мной. Здесь вы получаете месяц такой полноценной групповой поддержки. Если вам было бы это интересно, можете как-то отреагировать в чате. Ну, это пока так мысли, но я думаю, что в конце октября я что-то подобное предложу вам, для того, чтобы у вас была возможность, ну, не все имеют возможность на раз в неделю посещать онлайн-консультацию лично со мной, но находится в такой непростой сейчас ситуации с этими всякими ковидами, сокращением на работе, конфликтами в семье, что поддержка, она просто нужна как воздух. И я об этом чуть подробнее распишу на следующей неделе. Возможно, кому-то это будет реально как глоток свежего воздуха для того, чтобы жить просто и существовать в здоровом состоянии, в здоровом таком самоощущении. Ну, давайте другой вопрос коснемся. Как побороть страх будущего? Как перестать сомневаться в себе? Как справиться с неуверенностью в себе и в своих силах? Я этот вопрос тоже объединил. Вы видите, что здесь несколько вопросов. Тоже постараюсь коротенько самую суть вам выдать. Да, я здесь смотрю на ваш чат. Уверенность в себе, она начинается с полного, тотального принятия себя. И когда я говорю принятие себя, это не значит, что, ну да, я в целом неплох или там неплоха. Принятие себя, это когда вы понимаете, что вот я такая, какая есть, или я такой, какой я есть, классный уже сейчас. И предложи мне родиться, ну там, заново, и выбрать любое тело, любую внешность, любую судьбу, я осознанно выбрал бы вот то, что со мной происходило. Потому что я уникален в этом или уникально в этом. И это не рождается вот так вот со слов. Да типа, да ты классная, да посмотри на себя, у тебя так много талантов. Ну подумаешь, у всех недостатки есть. Нет, так не работает. Когда мы говорим себе, посмотри, сколько у тебя достоинств, мы как бы говорим, да, у тебя есть недостатки объективно, но зато смотри, сколько всего хорошего. Это неплохой способ краткосрочно себя как-то поддержать, но на долгосрочном это опять же, как бы мы себя уговариваем, что мы в целом, ну на четверочку, да, там на четверочку с плюсом. А задача ведь в другом. Задача в том, чтобы понять, что вот вы зайдете в лес, и там все деревья разные. И ни одно дерево не комплексует по поводу того, что оно какое-то другое, нежели вон то. А вон то самое красивое. А то самое красивое думает, блин, а я самая высокая, тут торчу, и у меня ветер сильнее всех нагибает. Да, ну я так утрирую. Вы все знаете, что если покопаться у каждого, да, у каждого найдет, можно найти у каждого за что зацепиться и за что себя не любить. Так вот, это принятие, оно не происходит вот так вот через фразу ты классно, или ты молодец, или через дневник успеха, когда мы записываем свои достоинства. Это все хорошие способы. Но они, как бы сказать вам, они на поверхности, они работают на уровне поведения. А есть более глубинный уровень, уровень личности. Когда ты, те обстоятельства, которые, возможно, тебя травмировали раньше в жизни. Ну вот все говорят же, все мы родом из детства. Вот наши родители со мной так себя вели. Там то-то говорили, то-то не говорили. В школе было вот это. Тогда-то было вот то. И у кого-то более сильные травмы, у кого-то более слабые травмы. Но когда прорабатываешь эту травму, ты интегрируешь вот то, что было с тобой тогда в твой опыт, и ты понимаешь, ну да, было. Ну да, было тогда, было неприятно. Но сейчас окей. Сейчас это меня обогатило и сделало уникальным. Это, знаете, как вот некий вулкан, да, который пепел извергает, и потом из него появляется там определенная порода. И каждый камень уникальный. Потому что вот эта жара, когда было больно, был вулкан, она позволила вам сформироваться вот тем, кем вы есть. Вот у меня было не самое идеальное детство, я бы сказал, да. И это из серии того, как по тому, как папа отключал ключ, открывал ключ, ключом дверь, я понимал, в каком он настроении, и за что мне сейчас прилетит или не прилетит. И вот это умение чувствовать по невербалике, по мимике, оно мне очень помогает сейчас в психологии. Хотя тогда это был жуткий стресс, возможно, да, и очень большая боль в каких-то других аспектах. Ну, я не хочу много про себя говорить, но каждый из вас, если мы начнем анализировать линию судьбы вас и интегрировать те события, перепроживать, выпускать те эмоции, которые были, включать, вы будете понимать, господи, ведь это как жемчужины, которые мы нанизываем на ожерелье, и получается, вот оно такое из этих событий состоит. Да, какой-то камушек больше, да, какой-то камень меньше, но именно вот это и делает вот это ожерелье уникальным, как можно сказать, ручной работы. Вы — это произведение искусства ручной работы. Это не что-то стандартизированное, это не что-то глянцевое и, знаете, такое мертвое, бездушное. Вы живая, такая, какая вы есть, и пройдя свой, я предполагаю, непростой опыт жизни, опыт потерь, опыт травм, опыт, возможно, предательств, да, вот эту тему мы затронули вначале, вы сформировались такая, какая вы есть. А можно ли принять себя, не восхищаясь внешностью? Мол, страшное, но в этом нет ничего ужасного, страшное, но горжусь этим. Очень хороший вопрос, но в слове «страшное» уже присутствует оценка. Вы можете погуглить специально, прям зайти картинки, Google картинки или Яндекс картинки, и семейные пары, инвалиды, да, которые счастливы, ну, просто семейные пары, которые с ограниченными возможностями, и посмотреть, и, я думаю, сложно большинству людей будет сказать, что это красивые люди, и, возможно, многие скажут, что это страшные люди, но я предполагаю, что у многих из них есть искренная любовь друг с другом, поэтому страшное – это, возможно, по меркам какого-то, ну, то есть есть, значит, стандарт, а стандарта нет. И его кто-то, может быть, выдумал для определенных своих целей, но красота, она в глазах смотрящего. И наверняка есть человек на этом свете, а может быть даже десятки, а может быть сотни тысячи, которые такую, какая вы есть, скажут, она прекрасна. Да, она, может быть, не идеал красоты, там полненькая, маленькая, какое-то у неё обвисшее лицо или ещё что-то, но она как при этом гармонично смеётся, или когда она улыбнётся, я просто весь мир у её ног, понимаете? Поэтому, естественно, можно не зацикливаться на внешности, но для меня вот, когда мы говорим, ну, да, я страшненькая, но зато это опять же про то, что мы не принимаем себя целиком. Это, знаете, как если, например, человек, у него нет руки, а он изо всех сил старается, для него это больно, ну, болезненно, что вот он, ну, инвалид, да, с ограниченными возможностями. И он старается, или там ноги, или ещё чего-то, и он старается, чтобы вроде бы, ну, показаться, что его это не трогает, на другие свои какие-то таланты смотреть. А другое дело, когда ты принял, да, это правда, у меня нет руки или ноги, и я с этим выбираю жить, и в этом моя уникальность, это ещё одна бусинка на этом ожерелье. И вот когда это происходит тотально, но чаще всего это всё-таки, ну, когда человек перепроживает, это как-то там на психотерапии, либо самостоятельно, либо с помощью каких-то упражнений, то тогда это рождает другое ощущение. То есть даже если кто-то на него косо посмотрит, скажет, о, боже мой, да, вот эта внешность, или ещё что-то, люди пугаются необычного, потому что так заложено инстинктивно, потому что всё, что необычно, оно нас настораживает. Это миллионами лет у нас заложено, а не потому что они хотят посмеяться. Например, я тоже не знаю, как правильно себя вести, когда я вижу человека с очень сильно ограниченными возможностями, либо очень изуродовано чем-то. Я бы хотел, чтобы мой взгляд не выдавал, что для меня это как-то особенно, но при этом я бы хотел своим взглядом подарить какое-то внимание этому человеку, но при этом я бы не хотел, чтобы и заострял я на нём внимание, потому что сам факт внимания для него может быть травматичен. То есть, понимаете, даже эти люди, которые на вас как-то смотрят, например, они уже в замешательстве, как реагировать. Наталья, нас специально загоняет типа страшное, толстое, кривоногое, чтобы дать себе шанс для оправдания. Да, либо это просто маркетинг, продать вам больше средств, продать фастфуд, потом продать средства для того, чтобы похудеть, потом продать средства для того, чтобы надуть губы, там увеличить грудь, потом будет другая мода. Я уверен, что скоро, может быть уже началась, вы меня поправьте, начнётся мода на маленькую грудь, на маленькие губы, и все пойдут обратно всё откачивать. Ну не все те, кто пользовался этим, хотя я абсолютно не против того, что человек может хотеть себя как-то модернизировать, это его правый выбор. Так вот, про принятие себя. Да, и это опять же не происходит по щелчку пальцев, но это то, вот я вам хотел показать вектор, куда двигаться. Про тревогу. Страхи и тревога, они всегда иррациональны, потому что если вы мозгами проскидываете так, то есть, чего я боюсь? Ну, теоретически, может начаться завтра война? Ну, конечно, может. Шанс большой? Ну, кто его знает? Ну, наверное, есть такая возможность. Или там, с моим ребёнком теоретически может что-то случиться, пока он или она идёт в школу и возвращается со школы? Ну, теоретически, да. Но наша зацикленность на какой-то теме в силу разных прошлых обстоятельств настолько бывает сильная, что мы начинаем выбирать избегательное поведение, которое ещё сильнее начинает подкреплять этот страх, и это может дойти до состояния того, что человек вообще будет бояться на улицу выйти. Ну, это кроме шуток ко мне обращался человек, который боялся, что проезжающая мимо машина от неё что-то отлетит и попадёт, и это его ранит. Потому что он посмотрел определённый ролик, и проходя потом, случайно, через некоторое время, от машины отлетело что-то и пролетело рядом с ним. И через некоторое время он начал ловить себя на мысли, что он идёт по той стороне максимально далеко от дороги. Потом он вообще старается выбирать путь, где нет машин, и в какой-то момент он стал бояться вообще просто выходить на улицу. Поэтому самый лучший способ избавиться от страха – это идти на страх. Но это если так коротко. Но здесь, опять же, можно по-разному работать. Можно работать когнитивным методом, когда ты просто расписываешь, что самого страшного для меня, если это случится. Окей, вот это. Действительно ли это очень страшно? По 10-балльной шкале, насколько это страшно? Ну, не знаю, по 100%, на 70%. Действительно ли я не переживу, и мне будет ужасно-ужасно плохо, если это случится? Ну, вряд ли. Смогу ли я после этого когда-то, хотя бы несколько раз в жизни, радоваться, улыбаться и быть счастливой, если это произойдёт? Ну, наверное, да. Страшнее ли это, чем пытки, не знаю, концлагеря или ещё что-то? Ну, вряд ли. И можно через когнитивное рассуждение пойти. Можно опять же через эмоционально-образную терапию пойти и спросить, а если бы этот страх был образом или символом, то что бы это было? И дальше с ним уже работать более индивидуально или хотя бы просто понаблюдать и послушать, для чего он, что он тебе хочет сказать. Да, Ник Вучи, красавчик, полностью поддерживает. Это тот человек, который вдохновляет многих людей своим примером. Человек, который родился без рук и без ног. И, ну, я думаю, все его знают, кто нет, может погуглить. Хорошо. Давайте дальше. Вы, кстати, можете задавать свои вопросы. Вам всё-таки чуть больше предпочтений, потому что вы пришли в онлайне и вашим вопросом я дам чуть больше предпочтения. Так, что делать с гневом, который возникает при стрессе? Ну, опять же, нужно понимать, что вообще гнев – это хорошо. Агрессия – это нормальная реакция либо на, а, нарушение наших границ, либо, б, неудовлетворение каких-то важных для вас потребностей, может быть, неосознаваемых потребностей. Но сам факт агрессии, с вашей стороны, гнева или злости, или там, ярости – это сигнал, и вы можете себе сказать, так, стоп, я злюсь, окей, что произошло? Так, Никулин говорил, что либо нарушили мои границы, либо какая-то важная для меня потребность не удовлетворяется. Границы нарушили? То есть мне как-то там что-то делает или заставляет меня? Нет. Потребность? А, да, потребность. Для меня это важно, чтобы он приходил вовремя в 8. Или для меня это важно, чтобы ребенок там учился хорошо, поэтому я на него злюсь, что он не выучил уроки, понимаете? Вот простым анализом вы сможете понять, какая мысль лежит, вызывающая это чувство. Почему? Вот есть такой мем, да, про психологов. Что вы чувствуете сейчас? Это действительно очень важный вопрос, потому что очень часто мы живем как просто такие головастики, как будто наше тело это такси для мозга. Мы просто нашу голову перетаскиваем из дома на работу, с работы там, в школу за ребенком, с школы еще куда-то в магазин, и вот просто таскаем нашу голову. А пока ходим, у нас какие-то мысли крутятся. А потом что-то заболело, какая-то психосомазика, аллергия непонятная, суставы заболели, еще что-то, да? А ведь очень просто. Тело, есть такая фраза хорошая, опять же, в телесно-ориентированной терапии, что тело, оно никогда не врет. Мы можем говорить, да, да, он мне нравится. И женщина будет говорить, допустим, что это мой мужчина, я его обожаю. А тело будет говорить, нет, это не мой мужчина. Я его не уважаю, например, или я его не ценю. И потом, допустим, вопрос, а почему нет оргазма? С этим конкретным мужчина. А с другим есть, при мастурбации есть. А с этим конкретно нету, хотя он все там делает идеально. А потому что тело не может расслабиться, например, или тело не доверяет, потому что он финансово не защищает женщину. Ну, там это тоже отдельная тема, можно отдельный вебинар на эту тему провести. То есть тело никогда не врет. И когда вы начинаете анализировать свой гнев, это уже важный шажочек для того, чтобы понять, что происходит с телом. Ага, вот эти чувства. Ага, вот эта мысль. И дальше просто понимать, откуда у меня эта потребность, каким другим способом я ее могу удовлетворить. Иногда, я недавно это писал в одной из своих статей, что потребность бывает из травмы. Вроде бы говорят, но у меня потребность такая, чтобы быть в безопасности. Мне важно, чтобы я был в безопасности. И человек там огораживает себя по-всякому там финансово, три образования, еще что-то. Или там, мне важно, чтобы я был там самый успешный. Или там, или чтобы замужем. Опять же, травмированная какая-то потребность, например, потому что она росла без отца, или жили в бедности. И здесь два пути. Либо реально напитывать эту потребность всячески, и говорить, нет, ты будешь это делать, потому что для меня это важно. Или я очень хочу, чтобы ты это делал или делала. Либо, опять же, работать с этой потребностью как-то, и делать так, чтобы она была не настолько сильно важна, чтобы закрыть вот ту детскую травму. Знаете, есть тоже такая хорошая фраза, что если у тебя в детстве не было велосипеда, а ты его очень хотел или хотела, а во взрослой жизни у тебя есть там три машины, Майбах, Мерседес и там какой-нибудь Порше, то у тебя все равно не было в детстве велосипеда. То есть речь про то, что нередко в детстве вот эти недополученные какие-то вещи, они отражаются на том, как мы выстраиваем свою жизнь во взрослой жизни. И я очень часто слышу на консультациях, я сама не понимаю, я умом понимаю, почему я должна так делать, но я не могу расслабиться, или я не могу дать ему эту свободу, или я не могу заставить себя там хотеть что-то или не хотеть. Вот этот конфликт, он как раз конфликт тела с умом. И примирить эти две части нередко как раз получается, когда работаешь через образы, через письмо. Ну, этими техниками я тоже буду делиться в своем канале. Что делать, если мои границы не выдерживаются? Говорю, что это важно для меня, но всем семейным не важно. Хороший вопрос. Здесь нужно смотреть более детально по фразам, по ситуациям. И тогда бы я смог вам конкретно сказать, например, что можно ответить или что сказать. Я предполагаю, что здесь, когда вы говорите, что, пожалуйста, не говори со мной так, мне неприятно, вам могут сказать, типа, да, смотрите-ка, видите ли, неприятно. Все нормальные, а тут я, видите ли, неприятно. Ну, например, я предполагаю, могу ошибаться. Конечно, это абьюз в чистом виде, это психологическое насилие. И неважно, из каких побуждений оно делается. И неважно, осознает человек, что он его делает или нет. Это насилие. Когда человеку говорят вот примерно то, что я уж не говорю там про какие-то... Ну, я снимал, кстати, видео, помните, да, про эмоциональное насилие, небольшое, короткое, я думаю, вы его слушали. Неважно, человек может прикрываться и говорить, да, слушай, со мной всегда так вели себя, и ничего нормальные, выросли, а ты тут какая-то фифа, тебе слова не скажи. Это все насилие. И вы имеете полное право максимально прекратить это насилие. Как его прекратить? Либо совсем прекратить контакт на какое-то время. Вы никому ничего не должны. А, сейчас важный момент скажу. Либо вынести ультиматум, либо какие-то... Сказать, что будут какие-то санкции, последствия. Ну, например, если это ваш муж или ребенок, то вы можете сказать, что если это продолжится, я буду вынужден сделать вот это или перестать делать вот это. Что-то значимое для человека. И должна быть иерархия таких санкций, где крайнее это полное расторжение контакта или что-то еще. И вот здесь очень легко, я предполагаю, ну вот из какого состояния вы пишете, я могу ошибаться. И здесь очень легко почувствовать какую-то вину. Да, это же муж, это же сын или там дочь, или мать, или отец. И как раз за это и цепляют людей. Поймите, вы никому ничего не должны. И вот говоря о том, что... Как поверить в себя, я хотел там сказать этот момент, немножко забыл. Как поверить в себя, как стать более сильным вот таким. Начните писать и прочитывать манифест свободной личности. Это просто листок А4, который вы берете и прописываете, сколько влезет фраз на листе А4, начинающихся со слов «Я имею право». Где-то и пишите все, что вам приходит в голову. Что вы действительно понимаете, что «Да я имею право на свое мнение». И что вам бы хотелось на что иметь право, но вы пока себе не позволяете. Например, «Я имею право одеваться так, как я хочу». Ну думайте, ну нет, блин, вот так я не могу одеваться. А хочется, напишите. Или «Я имею право отказывать, когда мне что-то не хочется». Это не значит, что вы будете всем отказывать, но вы имеете такое право, вы свободная личность. И вот прописывая такие какие-то моменты, важные для вас, вы составите свой уникальный манифест свободной личности. У каждой из вас он будет свой. И просто как утром чистите зубы, повесьте его себе или там в телефоне, в напоминании, просто перечитывайте. Лучше вслух, конечно, когда никто не слышит. Либо про себя, но вот с ощущением, что «Я свободная личность». Это не значит, что мне на всех наплевать. А это значит, что я имею право и имею право выбирать. И вот когда вы этим состоянием будете постепенно проникаться, переживать, вам гораздо легче будет отстаивать свои границы. И главное, люди ведь, они начинают это чувствовать. Они нюхом, да, по обонянию начинают ощущать, что с этим можно себя так вести, а вот с ней нет, нельзя. Я просто себя, она вряд ли смогу назвать красивой, поэтому я подумала, что мне вообще легче исключить, оценивать себя внешне как-либо. Это идет, знаете, обрезание себя. А вы вытащите себя из поля оценки, красивой, некрасивой, вам зачем это? Вы на конкурсе красоты участвуете? Или вы хотите замуж? Если вы хотите замуж, вам нужен один, который будет оценивать вас не только по красоте, а который полюбит вас просто такая, какая вы есть. И вы его. Если вы хотите какого-то там внимания со стороны, это другой вопрос, да, это можно уже прорабатывать, откуда это, чем, что вы это компенсируете. Но просто вытащите себя из этого оценочного поля. Зачем? Ну, то есть мы же не выходим каждый раз на улицу на конкурс красоты. Да, или там мужчины на конкурс силы. Хотя иногда бывают такие ситуации, где реально нужно или выглядеть, допустим, красиво, достойно, либо сказать что-то достойно, либо мужчине будет сильным. Бывают такие ситуации. Но если вы не выиграете это соревнование в кавычках вот в этой конкретной ситуации, вы как личность не стали хуже. Просто вы в чем-то другом лучше. Ну, как бы у нас нет соревнований. Вот я как бы пытаюсь немножко вот эту мысль вам донести. Когда не хочу куда-то идти, ноги начинают болеть. Да-да-да, очень частая штука, когда тело так реагирует. Всегда хорошая для всех. Всегда помогу, всегда с улыбкой, хотя иногда мне не до них. Но отказать не могу, ведь я хороший, замкнутый круг. Вы знаете, я в свое время понимаю, что у людей столько маски. И ты начинаешь лучше... Так, секунду. Так, вроде все нормально. И ты начинаешь намного лучше себя ощущать с точки зрения, хочется тебе реально сейчас улыбаться или не хочется. Ты начинаешь... Друзья, напишите плюс, если видео есть, потому что у меня на экране что-то оно зависло. Ты начинаешь понимать, что ты больше в контакте со своим телом, больше искренности, больше настоящего в том, что ты делаешь, в том, как ты говоришь, как ты улыбаешься, как ты себя позиционируешь. Расскажите про то, как избавиться от чувства вины за измену. У меня есть хорошая статья про прощение других. Вот эту статью стоит применить к себе. То есть, просто поймите, что в каждый конкретный момент времени вы проявляете себя наилучшим способом из доступных вам. Вот сейчас вы что-то послушали, например, завтра вы поступите по-другому, а завтра вы какую-то книгу прочитаете, да просто с кем-то пообщаетесь, с подругой, например, и будете еще по-другому как-то, скорректируйте. Мы каждый день тысячи раз меняемся. И в тот момент времени, когда вы поступили как-то, за что вы себя вините, поймите, вот если бы другой любой человек прожил точно такую жизнь в вашем теле, с вашими родителями, с вашими болячками, с вашим воспитанием, с вашим обществом, и с вашим там мужем, он бы поступил точно так же и поступал точно так же. Вам не за что себя винить. Вы продукт обстоятельств рождения ваших генов, вашего воспитания, родителей и так далее. Вот это такой хороший способ оправдать себя для того, чтобы простить. Но это не значит, что теперь я поступаю как хочу абсолютно. И второй момент это то, что... Сейчас, секунду. Второй момент. Про вину, про вину. Сейчас. Так, есть. А, каждое наше действие, в психологии так считается, ну вот, ориентированно на человека, да, гуманистическом подходе, любое действие человека, даже самое ужасное, из благих побуждений. Я сейчас не буду об этом в это углубляться или как-то доказывать это, но просто даже когда человек идет и бьет морду другому, это потому что у него болит, и он уже не знает, как по-другому сделать себе хорошо. Но если так жестко и грубо, утрированно сказать. Поэтому то, как вы вели себя тогда, вы хотели сделать хорошо себе из всех возможных для вас способов. Вот это с точки зрения, как вы себя можете избавить немножко от чувства вины. Но опять же, поработать с точки зрения эмоциональной образной терапии, представить вину образом или шаром и отпустить ее, или там спрашивать, что она хочет и как она хочет, чтобы она жила в вас или как-то растворилась. Юля, если вы делаете добро, нехотя вы передаете людям этот неприятный посыл, и люди неосознанно... Да, это хорошее замечание, это часто бывает так. Работа за 7 лет из любимой превратилась в ненавистную. Уйти пока некуда, и я одна с ребенком. Нервы, негативные эмоции. Я переживаю постоянно, как быть со своими негативными эмоциями. Ольга, очень хороший вопрос. Негативные эмоции, их лучше всего выражать в моменте. Но если в моменте невозможно, конкретно меня сейчас, допустим, этот человек раздражает, и я его ненавижу, и я не могу это сделать, потому что это клиент, или так далее, вы контейнируете это чувство. То есть даете ему где-то место в вашем теле, прям представляете. А потом вы просто идете, и это как-то выплескиваете. Но вот вначале, я не знаю, вы были, нет? Где я рассказывал, что это можно побить грушу, проораться, едете в машине, закрыли окна, включили музыку, и просто кричите под какой-нибудь рамштайн. Пописать, порвать бумагу, покидать из бумажной вот такие эти снежки, из бумаги сделанные. То есть через тело. Поймите, у нас очень много стереотипов в социуме, что гнев – это плохо. И вот на одном из тех тренингов по телесно-ориентированной пульсации я хорошо запомнил слова одной из участниц, с которой мы работали в паре, где нужно было очень жестко выражать свой гнев в паре, ну очень жестко, там с матами, ну совсем, то есть допускалось все. И когда мы с ней вдвоем обсуждали этот момент, и она сказала очень важные для меня слова, что агрессия – это самая чистая энергия, из которой рождается все, в том числе и любовь, и творчество, и принятие, и покой, и смирение. И это такая очень философская мысль. Философская мысль, я понял, что когда реально мы запрещаем себе агрессировать и не принимаем себе вот эту агрессию, то очень часто мы и не можем по-нормальному любить, по-нормальному дарить свое тепло, обнимать, там, опять же, сексом заниматься, да, и быть настоящими. Поэтому агрессия – это хорошо. Вопрос, как вы будете это контейнировать и выплескивать. А второй момент – понять, что в этом рождает эту агрессию, что в работе такого неприятно. Но здесь уже больше такая терапевтическая работа, почувствовать, можно поработать с метафорическими картами, иногда я тоже работаю, когда человеку просто показываешь картинку любую, да, из там иммажинариума игры, да, например, и говоришь, давай, давай подумаем, что тебя больше всего напрягает. Вот что ты видишь на этой картинке? Человек говорит, господи, так это же моя работа. А там просто человек несет куль с чем-то. Ну, просто картинка. И человек начинает рассказывать, окей, понимаете, наша психика так устроена, что она может интерпретировать все. Интерпретировать меня сейчас, мою ладонь, пять пальцев, для кого-то это будет символом сейчас и знаком, понимаете. И очень интересно работать с психологом, когда ты понимаешь, что нет единого пути к преображению психики. И психология, это не про то, как надо и не надо. Я вот очень не люблю, дайте совет, что делать. Это очень нелюбимая такая штука. Психология, это когда ты своей психикой помогаешь психике другого человека скорректироваться и в нужном направлении, и стать более, ну, не здоровой, что ли, да, хотя с кем-то и более здоровым, а более целостным, более адаптивным. Психика, это орган. Основная задача психика, как органа, адаптироваться к реальности. Вот сейчас все хорошо, нормально, а вдруг стресс там, не дай бог, какие-то, да. Для кого-то это будет травма, для кого-то это будет, ну, подумаешь, у него более адаптивная психика. Вот задача психолога сделать психику более адаптивной к разным ситуациям. Кто-то прямо сейчас живет в стрессе, вот, например, как вопрос добыл от участницы, фамилию и имя я пролиснул. И уж здесь и сейчас нужно уже подрастить психику, чтобы она адаптировалась, да. А у кого-то, слава богу, сейчас все хорошо, но может быть ресурсов на какую-то ситуацию не хватить. Поэтому вот про воспитание пару слов. Воспитывая ребенка, не нужно делать его там, обучить всему. Мы его ресурсируем, мы делаем его психику сильнее. Он должен сталкиваться с фрустрацией, с негативом, с тем, что у него что-то не получается, с тем, что у него там есть какие-то ограничения, с тем, что надо рано вставать. Он должен с этим сталкиваться. Таким образом его психика ресурсируется, если при этом вы говорите, ты молодец, ты справишься или подмечаете конкретно, смотри, вот это здорово у тебя получилось, ну и так далее. Могу ли я отказать в приготовлении еды или уборке, когда не хочу? Ведь я не должна... Наталья, звучит, как будто вы хотите от меня разрешения, но я, будучи психологом, скажу вам так. Если вы напишите это в манифест свободной личности, что я имею право отказать в уборке, в готовке и так далее, то значит можете. Если нет, значит нет. Это ваш выбор. Так, подскажите, пожалуйста, телесно-ориентированная терапия, ну конкретно тот тренинг, который я проходил, это несколько, там 7 серий, пульса, оши, пульсации, да, плюс ребалансинг, ну различные вот такие практики, медитативно-телесно-ориентированные. Ну и что у нас остается? У нас остается с вами совсем чуть-чуть, да, 2,5 минуты. Давайте я скажу немножко пару слов о сексуальности. Это, вот мы хорошо говорили про телесность, поймите, что вся наша секс, это проявление, то есть как мы живем, так мы и занимаемся сексом. Если жизнь натужная, напряжная, вся через вот, ну как-то сложно, конфликты, секс будет точно такой же. Даже если будет оргазм, он будет вот такой пшик и все. Да, то есть не глубокий, не чувственный, хотя это не значит, что он плохой, да, кого-то устраивает ради бога. Но это значит, что секс это очень хорошее отражение того, что в семье. Это как лакмусовая бумажка. И это не плохо, не хорошо, это лишь рентгеновский снимок. На данный момент, как в вас, как в системе, или как в вашей паре, как в системе более крупной, сейчас распределены роли, сейчас находятся какие-то конфликты внутриличностные или внутрисемейные конфликты. И, конечно же, если мы говорим про оргазм с человеком, с партнером, в смысле, да, в семье, это всегда про расслабление, про доверие и про возможность наслаждения. Если с детства эта тема табуировалась, если был негативный сексуальный опыт, не дай бог, сексуальная травма, если были неудачные первые отношения и так далее, то, конечно же, нейронные связи выстраиваются так, что расслабиться в этот момент даже с очень чутким, очень хорошим любовником очень сложно. Знаете, есть такое понятие, как иони-массаж. Может быть, если кто интересуется чем-то таким более духовным, более глубоким с точки зрения телесно-ориентированной терапии, это очень глубокая проработка для женщин, которая раскрывает весь ее потенциал с точки зрения чувственности, эмоциональности, раскрытия, да, но опять же, я не то, что рекомендую, не рекомендую, а просто говорю о том, что это есть как способ познания себя, способ познания своих блоков телесных, потому что если ребенку что-то сказали, или не ребенку, муж, допустим, первый вас абьюзил и говорил какие-то фразы, то они прям телесно живут где-то в каких-то конкретных местах, ну, как говорится, не будем показывать пальцем, и ты вроде бы хочешь расслабиться, ты вроде бы хочешь довериться, а тело говорит, было очень больно тогда, и часть нервной связи, нейронной связи, они живут в бессознательном и заставляют, например, сжиматься матку, сжиматься влагалище, у кого-то это доходит прям до вагинизма, и с такими симптомами обращаются клиентки, которые не понимают, от чего это, а потом...